Добрый день. Очень сложно, конечно, быть десятым докладчиком, поэтому я не буду повторяться, не буду рассказывать о увеличии микробиома, в этом уже много было сказано. Не буду говорить и о том, насколько высока роль в микробиомах кишечного тракта в формировании системного иммунного ответа, в том числе и противоопухолевого иммунного ответа. Я лишь остановлюсь на том, поскольку здесь не все, скорее всего, онкологи, я расскажу о том, какая революция произошла в онкологии в последнее время. Вы знаете, наверное, что появились так называемые иммуно-онкологические препараты, которые фактически снимают ту блокаду противоопухолевого иммунного ответа, которая индуцируется опухолью, и запускают самоподдерживающийся иммунный ответ противоопухолевый, фактически превращающий участие пациентов в метастатическое злокачественное образование, в хроническое заболевание или приводя к полной эрадикации опухоли в организме пациента. И в настоящее время у 20-30% пациентов с такими заболеваниями, как меланома, рак легкого, рак почки и еще ряда заболеваний с помощью иммунотерапии удается достичь длительных ответов практически в ряде случаев, которые можно считать излечением от метастатического злокачественного новообразования. Ну и, естественно, внимание всего научного сообщества в настоящее время приковано к тому, какие могут быть выделены прогностические маркеры ответа на иммунотерапию, поскольку это весьма дорогостоящий терапевтический подход, и действительно хотелось бы максимально повысить эффективность назначения иммунотерапии у онкологических больных. И вот в течение 2018 года появилось сразу несколько публикаций, которые указали на очень высокую роль именно кишечного микробиома на вероятность ответа на чекпоинт-ингибиторы. Прежде всего, обратите внимание на ту огромную корреляцию, которая присутствует между разнообразием кишечной микрофоры и ответом на иммунотерапию. Как вы видите, у пациентов, у которых было высокое видовое разнообразие кишечного микробиома, частота, процент выживаемости, свободное прогрессирование оказался статистически достоверно больше, чем у пациентов, у которых видовое разнообразие микробиома кишечника было ниже. И в ряде работ, выполненных прежде всего в MD Anderson в раковом центре, было показано, что наличие определенных видов или родов бактерий в кишечнике имеет положительную корреляцию с вероятностью ответа на иммунотерапию, в данном случае у пациента с метастатической меланомой, а у отдельных видов и родов бактерий отрицательную корреляцию. Аналогичные работы были проделаны и в других крупных научно-исследовательских институтах. Здесь исследование, которое было проведено в Чикаго, если я не ошибаюсь, и в этом исследовании была показана очень высокая корреляция наличия Акермансии в муницефиле у пациентов, ответивших на иммуно-онкологические препараты. И в исследовании, которое было проведено во Франции, также была проведена большая работа в данном случае тоже у пациента с метастатической меланомой. И также Акермансия была выявлена как независимый прогностический фактор ответа на иммунотерапию. К большому сожалению, в настоящее время нет однозначного ответа о том, какие всё же виды бактерий дают высокую вероятность ответа на иммунотерапию. Как вы видите, в разных работах была показана разная корреляция с наличием преобладания той или иной микрофоры. Те бактерии, которые имели положительную корреляцию с ответом на иммунотерапию, выделены на этом слайде. Это прежде всего Акермансия, которая обнаружилась в двух исследованиях как очень мощный прогностический фактор. И гипотеза относительно её роли в развитии противопухолевого иммунитета заключается в том, что эта бактерия активно разрушает пристеночную слизь, тем самым давая доступ другим компонентам микробиома к слизистой кишечнике, и тем самым фактически обеспечивает провоспалительный эффект, который поддерживает иммунный ответ противопухоли, увеличивая его амплитуду. Другие представители кишечного микробиома, такие как клостридиальная микрофора, фермикуты, руминококи, также в ряде исследований были показаны как имеющие независимые прогностические факторы ответа на иммунотерапию. А вот интересное наблюдение, пожалуй, самое потрясающее из тех, которые были за последний год. В марте этого года на конгрессе АСКО и Общества иммунотерапии рака была показана работа, большая работа, проанализировавшая влияние антибиотикотерапии до проведения терапии чекпоинт-ингибиторами и антибиотикотерапии, проводимой совместно с назначением иммуно-онкологических препаратов. И было показано, что именно назначение антибиотиков в течение месяца до назначения чекпоинт-ингибиторов приводило к тому, что вероятность, что выживаемость больных фактически уменьшалась в 8 с лишним раз. То есть фактически нет ни одного другого прогностического маркера, который бы имел такое влияние на выживаемость онкологических больных. При этом назначение антибиотиков параллельно назначению иммуно-онкологических препаратов такого отрицательного эффекта на эффективность лечения не оказывало. При этом корреляция назначения антибиотиков в течение месяца до иммуно-терапии и худшего исхода лечения наблюдалась при всех видах злокачественных новообразований и при раке лёгкого, и при меланоме, и при других видах злокачественных новообразований. И это влияние отрицательной антибиотикотерапии, собственно, оно независимо ни от типа опухоли, ни от размера опухоли, ни от опухолевой нагрузки. Таким образом, если эти данные будут подтверждены в ближайшее время, то, скорее всего, это будет действительно должно привести к изменению подходов к назначению антибиотиков у онкологических больных до назначения иммуно-терапии, поскольку в данном случае, как вы видите, фактически в два раза снижается вероятность ответа, а выживаемость снижается практически в восемь раз, что делает, в принципе, назначение столь дорогостоящей терапии нецелесообразным до восстановления нормальной микрофлоры. Ну, естественно, микробиом не только наличие наших с вами соседей по организму, оно имеет значение не только в кишечнике, было показано, что и в ткани опухоли существует свой микробиом, и то, каков видовой состав и каково количество микроорганизмов, находящихся в ткани опухоли, существенно тоже влияет на эффект от проводимой терапии. Это касается и химиотерапии, поскольку было показано корреляция между наличием определенных микроорганизмов и эффектом, например, гемцитабина при химиотерапии рака поджелудочной железы. А вот в этой работе прошлого года было показано, что имеет место существенное накопление протобактерий, прежде всего, эшерихи и коли в ткани аденокарциномы поджелудочной железы, и оно однозначно оказывает иммуносупрессивный эффект, приводя фактически к… в том числе являясь одним из факторов отсутствия эффективности иммунотерапии при этом виде злокачественного образования. И предполагается, что именно антибиотикотерапия в данном случае при наличии бактериального обсеменения опухоли поджелудочной железы может иметь иммуномодулирующий эффект, потенцируя действие иммуно-онкологических лекарственных препаратов. Естественно, микробиом сейчас рассматривается ввиду этого как очень потенциальная эффективная мишень для иммунотерапии. Было показано на мышиных моделях, что трансплантация фекальной микробиоты от тех пациентов, которые отвечали на иммунотерапию, мышам значительно увеличила эффективность иммунотерапии в мышиных моделях, и наоборот, трансплантация микробиота от тех пациентов, которые не отвечают на чекпоинг-ингибиторы мышам, приводила к отсутствию ответа, отсутствию противопухолевой активности в этих инвиво-моделях. Более того, на прошлом ЭСМО было продемонстрировано очень интересное наблюдение. Известно, что есть два основных линии мышей, которые применяются в инвиво-экспериментах по изучению противопухолевоактивности иммуно-онкологических лекарственных препаратов. И было показано, что все знали, что из одной лаборатории получаемые мыши работают хорошо, модели все работают хорошо с точки зрения эффективности иммуно-онкологических препаратов. У другой лаборатории, которая является крупнейшим поставщиком животных для университета всего мира, и на их мышах все работает гораздо хуже. И, как выяснилось, это различие было связано именно с микробиотой. После трансплантации микробиоты от мышей, генетически идентичных, которые отвечают хорошо на иммуно-онкологические препараты, плохим ответчикам их способность отвечать на иммунотерапию значительно увеличилась. Естественно, стоит вопрос о том, как мы можем воздействовать на микробиоту с целью потенцирования эффекта иммуно-онкологических заболеваний. Безусловно, фекальная трансплантация, как уже было показано, является крайне привлекательным способом коррекции микробиоты с целью увеличения эффективности иммуно-онкологических заболеваний. И, конечно же, рассматриваются и те самые пробиотики 2.0, которые представляют собой не просто отдельные микроорганизмы, а специально подобранные композиции штаммов, которые таргетно могут воздействовать на преобладание той или иной положительной, условно, микрофоры в организме кишечника. Ну и, естественно, все говорят о необходимости диетической коррекции микробиоты, поскольку показано, что высокое содержание клетчатки в пище благоприятно влияет, причем очень быстро влияет на восстановление именно той микрофоры, которая положительно коррелирует с ответом на иммунотерапию. Но, конечно же, с точки зрения фармацевтической компании наибольший интерес представляют именно лекарственные препараты, содержащие действующие вещества, так или иначе имитирующие те факторы, которые микробиоты секретируют, оказывая влияние на иммунную систему пациента. И выделение тех самых метаболитов, бактерий или компонентов их клеточной стенки, которые оказывают положительное влияние на противопухолевый иммунитет, может дать совершенно новые лекарственные препараты, применяемые в комбинации с чекпоинт-ингибиторами. Конечно же, интересно, возможно, в более далекой перспективе представляет собой введение микроорганизмов, которые генетически модифицированы, с тем, чтобы их метаболизм был скорректирован именно в ту сторону, которая обеспечивает наилучший, скажем, адювантный эффект в отношении иммунотерапии. И совсем уж в далеком будущем мы, наверное, можем рассчитывать на то, что с помощью применения бактериофагов мы можем модифицировать генетически ту микробиоту, которая у нас есть в нашем кишечнике, или удалять таргет на ту микробиоту, присутствие которой нежелательно с точки зрения эффективности лечения онкологических заболеваний. Или же таргетно редактировать гены микробиоты, удаляя те компоненты, которые отвечают за неблагоприятные метаболические реакции, ведущие к снижению эффективности противоопухолевой иммунотерапии. Микробиом в настоящее время очень уже широко исследуется в клинических исследованиях за рубежом, именно с точки зрения воздействия на лечение онкологических заболеваний. Как вы видите, здесь в основном перечислены клинические исследования эффективности фекальной трансплантации, приема клетчатки, исследования эффективности этих подходов на лечение онкологических заболеваний. Стартовало в этом году очень интересное клиническое исследование компании Серекс, в котором сравнивается эффективность фекальной трансплантации микробиоты от пациента, который хорошо отвечает на иммуно-онкологические препараты, и специально подобранной композицией штаммов, которая должна таргетно восстановить определенные виды бактерий в кишечнике пациента. Это исследование плацебо-контролируемое, это, пожалуй, первое исследование такого рода, которое может дать первые ключи к пониманию того, является ли таргетная модификация микробиома преимущественно, имеет ли она преимущество над фекальной трансплантацией или нет. И на самом ли деле в плацебо-контролируемом исследовании удастся доказать те эффекты, которые мы наблюдаем в неконтролируемых исследованиях на сегодняшний день. Ну а компания BioCAD, которую я представляю, очень заинтересована в этой работе, поскольку мы сейчас выводим на рынок свой собственный чекпоинт-гибитор. У нас вчера были представлены результаты клинического исследования при амидостатической миланоме, которые показали 70-процентный контроль над заболеванием и 75-процентов годичной выживаемости больных. Результаты действительно потрясающие, но, естественно, мы хотим большего, мы хотим создавать лучшие в классе комбинации иммунотерапевтических лекарственных препаратов. И компания в настоящее время ведет уже 4 клинических исследования иммуно-онкологических препаратов при различных нозологиях. И во всех этих исследованиях мы собираем, в том числе, и кал больных, для того, чтобы ретроспективно впоследствии определить корреляцию микробиоты у российских, именно больных, с ответом на иммунотерапию. Мы разрабатываем большое количество следующих в классе иммуно-онкологических препаратов для комбинирования их с нашим пролголемабом, с нашим антипидиван препаратом. Ну и, конечно же, мы очень хотим сотрудничества с научным сообществом с точки зрения возможной разработки лекарственных препаратов, влияющих на микробиоту, с целью комбинирования их с нашей разработанной нами иммунотерапией. Сейчас в Совете по приоритетам научно-технического развития России сформирована комплексная научно-техническая программа иммунотерапии онкологических заболеваний. Она в ближайшие месяцы будет проходить утверждение в органах исполнительной власти. И целью этой программы заявлено снижение смертности от онкологических заболеваний за счет разработки и внедрения новых подкомплексных подходов к иммунотерапии онкологических заболеваний. И, в частности, мероприятиями этой программы предусмотрены как проекты по идентификации биомаркеров для персонализации терапии онкологических заболеваний, и, безусловно, исследование микробиота здесь будет весьма и весьма востребовано, так и проекты по идентификации и валидации новых мишеней, в том числе и мишени, связанных с микробиомом кишечника. Мы очень надеемся на то, что эта программа будет стартована с 2020 года, и надеемся на то, что академические коллективы будут активно в нее включаться. Компания «Биокат» в ней будет участвовать в качестве индустриального партнера. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман Алексеевич. Пожалуйста, присядьте в президиум.